БИСМИЛЛАХИ РРАХМАНИ РРАХИМ ИМЕНЕМ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО МИЛУЮЩИГО Я АЙЮХАЛЛАЗИИНА АМАНУ КУТИБА АЛАЙКУМ УССИЯМУ КАМА КУТИБА АЛАЛЛАЗИИНА МИН КАБЛИКУМ ЛААЛЛАКУМ ТАТТАКУН Что такое месяц Рамадан? Месяц Рамадан – девятый месяц мусульманского лунного календаря. Это месяц, в котором Всевышний Аллах выделил пост как особый акт поклонения и обязал соблюдать его каждому здоровому и совершеннолетнему мусульманину. Кроме того, в месяце Рамадан проводится множество других особых богослужений, свойственных лишь этому месяцу. Каковы особенности месяца Рамадан? В этом месяце нашему пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, был ниспослан Коран. В месяц Рамадан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясное доказательство из верного руководства и развлечения. Месяц Рамадан отличается постом, ночными молитвами, чтением Корана, соблюдением правил благочестивого поведения и увеличением благотворительных пожертвований. В течение этого месяца совершаются такие акты поклонения, как совершение умры и пребывание в мечети долгое время. Месяц Рамадан – это месяц милости и прощения. В достоверных хадисах говорится, что с наступлением месяца Рамадан открываются врата рая, а врата ада закрываются, и шайтаны заковываются в цепи, и что порицаются те, кто упустили этот месяц, не покаявшись перед Всевышним Аллахом. Это также месяц терпения, напоминающий небольшую модель человеческой жизни, и месяц обучения, и притворения исламских обязанностей в жизнь. В течение этого месяца мусульманин учится быть терпеливым в отношении еды, питья, своих желаний и страстей, что помогает ему практиковать это на протяжении всей своей жизни. Ведь не секрет, что именно еда, питье и желания приводят людей к совершению грехов. Точно так же, как те, кто провели месяц Рамадан в терпении и поклонении, и в конце были награждены праздником, мусульмане, которые в течение всей жизни соблюдают запреты, связанные с едой, питьем и страстями, будут вознаграждены раем. Что такое пост? Пост – это особый, ни на что не похожий вид поклонения, который требует от мусульманина воздержания от разрешенной ему по исламу еды, питья, от страстей, а также от бессмысленного поведения и безнравственности с момента рассвета до заката. Пост в месяц Рамадан обязателен для каждого мусульманина, достигшего совершеннолетия, кроме тех, кто болен или путешествует. Следует отметить, что человек, который собирается поститься в месяц Рамадан, каждую ночь до наступления утренней молитвы, фаджр, должен утвердить в своем сердце намерение об этом. То есть, если нет намерения с ночи, и человек принимает решение о соблюдении поста днем, то пост в Рамадане для него является недействительным. Какова цель и польза поста? Основная цель поста — приближение к Аллаху посредством увеличения смирения и богобоязненности, а также воздержание от запретных действий и притеснение ближних. Тот факт, что человек воздерживается от дозволенных ему благ с раннего утра до вечера в течение целого месяца, чтобы не нарушать свой пост, к концу этого благословенного месяца укрепляет его волю и увеличивает страх перед Всевышним Аллахом. Всего лишь за один месяц смирения и поклонения мусульманин восстанавливает свою богобоязненность и любовь к Аллаху, свою веру, успевшую ослабеть за 11 месяцев борьбы со страстями, ослабевают его привязанность к этому бренному миру, человек как будто освобождается от греховных оков. Мусульманин в течение целого месяца воздерживается от питья обычной питьевой воды, которая является дозволенным благом для него, научится избегать употребления алкогольных напитков. Этим он предотвратит множество бедствий, как для себя, для своей семьи, так и для общества. Отказываясь от дозволенной пищи в течение светлого времени суток, мусульманин учится терпеть голод, вследствие чего он сумеет воздержаться от употребления запретной еды и присвоения чужого имущества. Человек понимает, что можно прожить, питаясь гораздо скромнее и при этом не терять собственного достоинства. Какую награду получает постящийся? Тому, кто постится с верой и надеется на награду Аллаха, прощаются его прежние грехи. Постящиеся войдут в рай через особые ворота, называемые райян. Поскольку пост — это тайный акт поклонения, Всевышний Аллах сохранил в тайне свою особую награду для постящихся. Аллах сообщит об этом человеку, когда тот войдет в рай. Этой наградой будут удостоены лишь постящиеся. Что еще может быть лучше для верующего? Как влияет пост на здоровье человека? Нельзя соблюдать пост при заболеваниях, которые могут обостриться из-за длительного голодания. Кормящие или беременные женщины также могут воздержаться от соблюдения поста из-за опасения причинить вред ребенку. Если беременная или кормящая женщина желает поститься, ей следует проконсультироваться с врачом. Положительное влияние поста на здоровье человека, которому пост не наносит вреда, подтверждено современной наукой. Пост положительно влияет на нормализацию кровообращения, способствует выведению вредных веществ из организма, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, почек и других органов, а также стимулирует активность головного мозга. В чем разница между постом и другими актами поклонения? Пост является одним из пяти столпов ислама. Молитва, намаз, которая является одним из столпов ислама, представляет собой физическое поклонение, то есть это видимое, внешнее поклонение. Закят — это форма поклонения, которая также видна и известна другим людям. Хадж — это один из актов поклонения, совершаемый посредством имущества и тела, который также видим и известен другим людям. Пост, как и молитва, намаз, является формой физического, телесного поклонения. Однако, в отличие от других актов поклонения, пост является невидимой формой поклонения. Никто из окружающих не сможет понять, что человек постится, пока он сам об этом не скажет. Пост учит мусульманина поклоняться не ради того, чтобы его видели и прославляли другие люди, а лишь ради довольства Аллаха. Постящийся человек искренен в своем поклонении, как никогда. Кроме того, соблюдение поста связано не с выполнением какого-либо действия, а отказом от него. Человек учится подчиняться заповедям Аллаха посредством других форм поклонения. Однако, соблюдая пост, он учится избегать запретов, отказываться от них и становиться лучше во всех сферах своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok